Олимпийский чемпион погребли на байдарках и каное Максим Опылев приехал в Тверь. Он встретился с 15-летним Матвеем Виноградовым, который стал известен своим мужественным поступком. Юный тверетянин помог человеку, упавшему на железнодорожной пути. Недавно на станции Тверь произошел опасный случай. Мужчина в эпилептическом припадке упал на рельсы. В это время к платформе приближалась электричка. Вместе с двумя мужчинами Матвей Виноградов стащил больного с путей и трагедии удалось избежать. О поступке Матвея узнал олимпийский чемпион погребли на байдарках и каное Максим Опылев. Он поблагодарил мальчика за его мужественный поступок, который совершил бы не каждый. А также поздравил с победой в соревнованиях. Очень много наслышано о тебе, о том поступке, который ты сделал. И на самом деле это достойно восхищения, достойно примера хорошего для подражания. Напомним, что все случилось, когда 15-летний Матвей вместе со своей командой конькобежцев и тренером рано утром ждали ласточку на Москву. Чтобы принять участие во втором этапе первенства ЦФО, это отборочные старты к первенству России. Кстати, случившееся за несколько часов до соревнований, по словам Матвея, лишь придало ему сил и уверенности в себе. Мальчик подтвердил кандидата в мастера спорта и отобрался в финальный этап первенства России. Сам Матвей считает, что в его поступке нет ничего героического. Просто выручила спортивная закалка и привычка к быстрой реакции. Это не тот героический поступок, за которым можно считать себя героем. Но я понимаю, что человек из воды, это уже другой поступок, уровень мыши. О подробностях случившегося Матвей рассказывает неохотно и даже маме. Обо всем рассказала сестра Матвея Яна, которая вслед за братом пошла в конькобежный спорт и в тот день вместе с ним ехала на соревнования. Яна мне, они были уже в метро ехали, и она мне, ну мы с ней общаемся, перепиской, скажем так. И она мне пишет, что, мам, у нас тут такое произошло. Я говорю, что, в Твери сразу же, ну мы с ней в Твери или в Москве, и она мне пишет, в Твери. Ну сейчас мы в метро сядем и я тебе расскажу. Сейчас Матвей в центре внимания журналистов. Возможно, в скором времени за давностью событий пристальное внимание уйдет. Однако останется большой поступок, спасенная жизнь и пример для других ребят. А впереди у Матвея другие подвиги и спортивные достижения.